День. Прямой эфир, посвященный ситуации в Туркестане. Мать Релизат, которая воюет за свою дочь. Дочь забрали за шалость. Объявили, что мать причиняет ей психологическое насилие. Дело в том, что дочка, как объясняет мать, на карантине чувствовала себя плохо, боялась выходить из дому, боялась коронавируса, нервничала по поводу предстоящих экзаменов. Ну и вообще переходный возраст у нее. Девочка нервничала, уроки стала делать плохо на дистанционном обучении. То есть мать ее уговаривала, увещевала, чтобы дочка взялась за ум и поправила свое положение в школе. И последнее, что произошло в семье, это девочка подстригла ресницы своему братишке, младшему. Мать, когда пришла, увидела это, отругала дочь. Я думаю, каждый поступил бы так же. Наверное, спасибо ей за это сказать или промолчать было бы, по крайней мере, странно. Но девочка, зная, что есть такой телефон, доверие 111, позвонила и анонимно рассказала, что произошло. Судя по всему, она назвала имя матери, назвала место ее работы, потому что уже через несколько часов на работу, на работу ее матери, это то есть в поликлинику местную, приехали полицейские, стали спрашивать Лизат. Лизат, но Лизат там работает много, и женщина не поняла, о чем вообще речь, что это за ней приехали, то есть она даже предположить такого не могла. Вечером ребенка изъяли из квартиры, приехали на четырех машинах полицейские, целая группа захвата. Ребенка увезли сначала в РОВД, там продержали до полу второго ночи, и потом отвезли в Шимкент. Вот это все происходило в ауле, это село имени Рыскулова. Ужасно то, что вот этот опыт туркестанский будет распространяться на весь Казахстан, а после на всю Центральную Азию. В Казахстане уже готов законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию, хоть его и отложили до весны. Но уже много лет международной организацией ООН работает над тем, чтобы в Казахстане был принят этот закон. Закон по европейскому образцу позволит отбирать наших детей. И нам говорят, что нет, этот закон защищает женщин от домашних тиранов, от таких-сяких мужей, которые страшные абьюзеры, которые жизни не дают ни женщинам, ни детям. По факту оказывается, что пока муж в отъезде, и мать скромный врач с двумя детьми живет, и вот это вот случилось. То есть потенциального абьюзера нет. Абьюзером оказалась, собственно, женщина, которую сказали, что она изнасиловала свою дочку психологически, и тем, что ее сказала, ай-яй-яй, нельзя, братишке, подстригать ресницы и брить его брови. Этот закон продвигает ООН. Есть фонд ООН, фонд по народу и населению ЮНПФ. Вот именно он инструктировал правительство Казахстана. И, в частности, делал вливание, ну, то есть, понятно, давал деньги на то, чтобы этот закон у нас был. И на то, чтобы был вот этот пилотный проект в Туркестанской области. Его инициировала три года назад генеральная прокуратура. Кстати, вот эта вся история, ну, чтобы вы знали, это при финансовой поддержке Великобритании. Вот это я сегодня прочитала в Касправде. Так, я хотела поговорить с Гульмирой. Гульмира обещала присоединиться через две минуты, и что-то ее нет. Гульмира из общественного фонда Каргао HR. Фонд расположен в Алматы. И они помогают в таких ситуациях, когда речь идет о психических, психологических проблемах. То есть, вытаскивают людей из тех лечебниц. И вот они сейчас взялись помогать Лизат. Но, конечно, это все сложно, потому что где Алматы, где Шенкент. К сожалению, адвокатов, мы искали адвокатов для Лизат, адвокатов не нашлось. То есть, кто-то сначала брался, потом отказывался, потом они на других перекидывали. И так никто и не взялся за ее дело. Женщина ходит везде одна, и это, конечно, опасно. И последний раз она звонила и говорила, что ее в РОВД зовут. Обещают закрыть уголовное дело по факту психологического насилия. Я могу ошибаться в формулировках. И по факту звонка анонимного от ее дочери. Но женщина, конечно, всем хотелось, чтобы закрыли это уголовное дело. Но женщина побоялась туда идти. Она говорит, нет, наручники наденут и оставят. И она хочет, чтобы адвокат с ней поехал. Пока мы с ней разговаривали, вроде бы адвокат соглашался. Я даже опубликовала пост, но буквально где-то через полчаса к ней перезваниваю. В уверенности, что она вместе с адвокатом, она говорит, нет, адвокат отказался. Передал другому, другой тоже отказался. Вы представляете, большой-большой, огромный Туркестан. Там люди не знают, у них проходит этот пилотный проект, а люди даже не знают, что это такое. И вообще, что происходит рядом с ними. Адвокаты, грамотные люди сказали ей, матери, что да, это не законно, у вас дочь забрали. Но никто не стал ее защищать. Все сослались на занятость. В таком огромном регионе, как Туркестанская, как называется, Юка, Южно-Казахстанская область, там нет ни одного смелого человека, грамотного, который бы помог женщине-матери спасти ее дочь. Может быть, конечно, это громко сказано, спасти, конечно, ее там не убивают, она находится в ЦАНе. Девочка вообще, вы поняли, да, она абсолютно домашняя. Она боялась даже выходить во двор, как мать говорила, потому что к ним приехали новые соседи. То есть она переживала каждый раз, когда встречалась с незнакомцами. А тут на нее набросили сразу же несколько, окружали ее взрослых мужчин в вагонах. Конечно, у девочки был шок. А теперь она сидит в этом ЦАНе, где содержатся девочки, которые подверглись реальному насилию сексуальному. И мать, конечно, в шоке, то есть ее домашний ребенок попал в такую среду. О, наконец-то. Сейчас я Гульмиру, сейчас я буду ее подключать. Ожидание. Гульмира должна рассказать, а что делать родителям, если вдруг его ребенок позвонит. Гульмира, добрый день. Я уже много вопросов говорю, давай теперь ты будешь говорить. Хорошо. Я буду говорить по поводу мамы. Вообще, о чем разговор сейчас вели, чтобы я немножко не со стороны ушла? Я рассказывала, как ситуация обстоит с Лизат, что нет адвоката, который бы помог, и женщина боится ходить по инстанциям, потому что боится, что ее закроют. А дочка сидит в ЦАНе. Да, по поводу адвоката. Почему? Потому что там замешаны заместители Акимата, ну, зам Акима конкретно, то есть Акимат в этом, на всем деле, замешан. Соответственно, адвокаты и юристы боятся выступать в том регионе. То есть мы там, скорее всего, союзников не найдем, поэтому будем искать. Вот ребят из Шенкента, вот сейчас Венера Кабланова, она взяла на свой контроль, она говорит, что страшно загружена делами, но, тем не менее, она старается помочь. По ситуации с мамой, что мы видим? Мы видим, что вообще ребенка изъяли, мать, можно сказать, обманули и сказали, что вот мы ребенка вернем через пять дней. На самом деле, ребенка не вернули. Теперь они мать шантажируют, они говорят, если она не пройдет психкоррекцию, соответственно, мы ребенка не вернем. То есть это шантаж. Вообще, что такое психкоррекция? Это услуга, услуга, которая должна предоставляться добровольно людям. Но они почему-то пытаются эту услугу навязать всеми силами, какими только у них есть. Представляете, забрали ребенка и теперь шантажируют, чтобы родители прошли психкоррекцию, да? Теперь, что это за психологическая коррекция? Мы, как общественный фонд, уже сделали три запроса в Минздрав и просили показать, что это за психкоррекция, что туда входит. Если эта психкоррекция рассчитана на простых граждан, то граждане должны знать, что входит в психкоррекцию. Но, к сожалению, нам ответили на все, кроме того, что нам не дали эту психкоррекцию. Они от нас ее прячут. Спрашиваются, зачем? То есть мы не понимаем, почему эта психкоррекция, что-то какое-то закрытая, завуалированная тайна, и мы не можем понять, что они хотят предоставлять родителям, что они хотят предоставлять детям и так далее. И что это за коррекция такая, из-за которой надо детей забирать, шантажировать родителей, чтобы они прошли. То есть, конечно, у меня есть возмущение. К тому же сегодня следователь сказала о том, что на маму сразу завели уголовное дело по статье 140-й, часть 2-я, неисполнение родительских обязанностей, что-то в это вроде. Теперь сегодня ее вызывали туда следователей. Мы, естественно, подключились и сказали, одна туда не идите. В итоге созвонили с адвокатами, нашли номер, она дала номер следователя. Следователь зовут Асель, она позвонила, начали вести разговоры, и она говорит, она придет, пусть напишет, говорит, что она впредь больше так не будет, и мы дело закроем. Типа дело закрывается, а впредь, чтобы она себе так не сделала. Мы говорим о том, что в смысле впредь. То есть вообще не было никакого насилия. То есть это как бы после, она подтверждает, что там реально было, что там, понимаете, какие игры происходят интересные, да? К тому же следователь сообщила, что это взял на контроль кто-то там из аппарата президента или что-то такое. Я не знаю, насколько это правда. Ну, просто такой вот стол до нас дошел. Но если это действительно взяли на контроль, то это супер, что эту ситуацию будут видеть и будут понимать вообще, как это у нас в Казахстане производится помощь. Сейчас мы подключились как фонд. Наши юристы готовят запросы. Уже сегодня отправили запросы. Куда мы отправили? Отправили в ДВД и запросили, как они так быстро отреагировали, да? Вот, к примеру, когда человека убивают или когда там реально происходит какая-то кража или еще что-то, до них не дозвонишься, да? А тут непонятно, что произошло, но приехало две машины, там были и полиция по несовершеннолетним, которая ювенальная полиция называется, да? Туда приехали органы опеки. Туда приехал, представьте, полицейские, пять человек там. Ну, в общем, они моментом отреагировали и прибежали все по этому номеру, по этому звонку. Также мы запрашиваем, на какой именно номер телефона позвонила девочка, что она, естественно, сообщила. И дальше мы в областной Кемат отправляем запрос, что это за пилотный проект, сколько на нее денег выделено, кто финансирует этот проект и как оно будет реализовываться. То есть мы сейчас запрашиваем по этому поводу об основании, на основании чего. Вообще эти действия были сделаны в отношении этой семьи, да? И еще один такой интересный момент, что психологу лично было направлено 15 тысяч тенге, я так понимаю, это зам Акима направил, с целью, чтобы вот эту маму доставили в этот психологический центр для проведения... Нет, Мира, не 15, 10 тысяч тенге, а 5 тысяч на дорогу дали. Ну, в целом, обеспечили доставку, чтобы человек пришел. И, то есть, там какая-то чья-то личная заинтересованность, что они прям вот так вот деньги выдают. И потом мама, когда пришла, ей дали договор прочитать, в договоре было написано, что будет проводиться психдиагностика. То есть мама, которая не совершала ничего плохого, должна проходить какую-то психдиагностику, ей должны делать психкоррекцию, а если она отказывается, тогда мы вам не отдадим ребенка. То есть вот так у нас теперь разговор складывается. Честно, Настя, я вот уже два дня не могу спать. Меня вот эта ситуация, она просто меня перевернула, потому что мы про это все говорили. Мы говорили на круглых столах, что так будет. Мы говорили вот недавно, что в этот законопроект о семейном бытовом насилии ничего нового, кроме психкоррекции, не включили. То есть там все, что было в 2009 году в этом законопроекте, только туда добавили психкоррекцию. И такое чувство у нас, что вот это все, весь законопроект создан специально для того, чтобы предоставлять вот эту психологическую коррекцию. Нам экономические обоснования этой коррекции не дают, то есть они не объясняют. И вчера, когда я общалась с психологом, она мне сказала, вот мы там помогаем семьям, родителям. Я сейчас понимаю, что сейчас это все делается как? Они вот, девочка позвонила, пожаловалась, приехали, забрали ребенка, дальше они будут, подключат психологов, психологи будут работать. И через какое-то время, когда там мама уже сдастся и пройдет эту психкоррекцию, скажет, а вот видите, мы провели психкоррекцию, мама с ребенком помирились, и теперь семью можно воссоединить. Понимаете, и теперь права, они стали как будто боги, они решают, общаться вам с вашими детьми или не общаться с вашими детьми. Будете вы видеть свою дочь или не будете, это будут они решать. Они берут на себя какие-то полномочия, почему они должны решать в отношении нашей семьи, наших детей, общаться нам не общаться, ругаться нам не ругаться. То есть понимаете, какой-то контроль передается какой-то непонятной организации, которая будет завтра вам диктовать правила, как вам жить. Гульмира, я еще хочу сказать, что вот эти 10 тысяч тенге вообще предполагалось сначала, что мама заплатит. И когда она сказала, что у нее денег нет, заплатила Акимат, вот с ее слов. Тогда получается, что одна вот этот, один час работы психолога, да, по психкоррекции, допустим, стоит 10 тысяч, а допустим, ей надо пройти, ну там, сколько, 5, может быть, сеансов, да, 50 тысяч, как в кустах, родители платят. И родители все должны за этим тенге, да? Что? Я говорю еще, родители сами должны оплатить все эти мучения. Это вообще просто вопрос. А вот меня интересует, при чем тут Акимат? Почему у них такая заинтересованность, что они готовы сами со своего кармана оплачивать ей психкоррекцию? Ну вообще Акимат же входит в эту комиссию, которая потом будет заседать, что заместитель Акима по социальным вопросам, наверное, он курирует вот эти вопросы, сложные семьи, запущенные дети, вот что-то в этом духе. Да. Ну в общем, будет заседание, да, Венера Кабланова сказала, что она полетит на это заседание, чтобы предоставлять конференцию. Классно. А когда будет заседание? Пока еще не уточнили сроки, но мы это слезать на связи и будем уточнять вот эти моменты. В общем, этот эфир мы решили провести с Настей, чтобы сейчас какие-то действия, да, для родителей, потому что мы не ожидали, что это возникло так быстро и так скоро. То есть мы думали, что вас приняли. Закона нет, да, закона нет, и мы не думали, что там дома и месяц такие ситуации могут возникнуть, поэтому мы, ну как бы, не готовились к такому, и мы в шоке находимся сейчас сами. В общем, родители, пожалуйста, я не знаю, может, этот момент надо как-то вырезать, отдельно разместить, может быть, родители сами разместят. Если у вас появляются какие-то звоночки, звоночки какие могут быть? Например, к вашему ребенку стало какое-то пристальное внимание со стороны соцработников школы, психологов школы, начали вот прям какую-то особенную заботу, расспрашивают вашего ребенка о чем-то, то есть уже будьте на чеку. Проверяйте телефоны. С одной стороны, да, я против того, что сейчас дети все на дистанционном сидят, но в этой ситуации я даже немножко рада, что родители могут проконтролировать, что происходит. То есть если вашему ребенку там идет переписка с психологом, либо опросники вот эти вот, типа, каким образом тебя родители наказывают, в угол ставят, ругают и так далее. То есть на все эти опросы обращайте внимание и скачайте заявление, откажитесь от всех этих опросов, чтобы вашему ребенку даже не посылали. Дальше. Если вы видите, что к вашему ребенку какое-то особенное внимание, все, начинают вам звонить, что-то вам предъявлять, говорить, что-то у вас расспрашивать, будьте готовы к тому, что к вам придут. Если к вам придут, как вы должны себя вести? Во-первых, по закону, по статье 149, вы имеете право никого не запускать в свои имущества. Это ваш дом, это ваша крепость. Вы можете там закрыться и никого не впускать. Если к вам приходят, включат, сразу включаете там видеозапись, аудиозапись и так далее. И весь разговор с ними вы записываете, что вам предъявляют, на основании чего они вообще к вам пришли, что они хотят посмотреть в вашем доме и так далее. То есть если они говорят, мы хотим вас смотреть в доме, скажите фотографии лучше. То есть делайте все, чтобы не открывать дом и не запускать этих людей туда. Потому что, как вы видите в этой ситуации, они просто пришли и забрали, понимаете? И поэтому вы должны быть готовы к тому, что вас могут обманывать даже. Или вот как две ситуации. Вы помните, да, на прошлых двух неделях две семьи было. У папы угрожали, что сломают дверь, а у женщины прям дверь выламывали. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что действия могут быть разные. Поэтому предупредите своих родных, друзей и так далее, что в случае чего, ну вот как только, не надо сейчас, да? А если какие-то звоночки идут, то сразу предупреждайте нас. Предупреждайте своих родственников, соседей, что если вдруг к вам придут, начнут ломиться, чтобы они вышли на видеозвонок, снимали, спрашивали, с какой цель они вообще пришли, почему они выламывают дверь. И нам эти все аудио-видеозаписи нужны будут. Потому что сейчас я даже не могу сказать, вызовите полицию, потому что, скорее всего, участковый придет к вам сам и будет стоять там вместе с органами опеки. Понимаете, какую ситуацию? Сейчас мы все попадаем, что мы должны искать помощи у друзей, у соседей, у родственников, чтобы просто защитить себя и своего ребенка. И, к сожалению, меня это очень сильно расстраивает, но это наша реальность, это то, как мы сейчас живем, и мы должны уметь как-то обороняться. Поэтому всех предупредите о том, что вот, к вам какое-то особое внимание со стороны органов опеки, вы там боитесь, пожалуйста, пудьте на связи с родственниками, пишите нам в директ, то есть все эти видео сохраните, не дай бог что. И когда вот мы будем поднимать общественную резонанс, и будем уже работать с каждой семьей отдельно, вот как сейчас происходит связь. Они уже, видите, связь уже что происходит? Ребенка изъяли. Гульмира, Гульмира, секунду, Гульмира, я, не секунду, ко мне кто-то пришел стучиться, я сейчас открою, ты это говори дальше, говори. Окей, окей. В общем, ребят, смотрите, в этой ситуации нужно предупредить просто всех. Вы должны понимать, что если к вашему ребенку какое-то особенное внимание, вы должны понимать, что к вам придут. Поэтому вот эти все разговоры и все, что происходит, нам нужно защитить потом в будущем вас. И сейчас у нас есть надежда только на нас самих. Мы должны объединяться и должны что-то с этим делать, потому что, как видите, полиция, она с ними, и мы будем, конечно, в прокуратуру обращаться и так далее, но это будет потом. По девочке, что я говорила, передели, да, видите, девочку уже забрали. Она находится полностью в их власти. И она может написать все, что угодно там по давлению. Как мы знаем, это, конечно, какой-то там центр адаптации несовершеннолетних, но из моей практики в психиатрии что делается? Они просто человека садят и заставляют писать все, что угодно. Например, не один человек, ну, большинство людей, не то, что не один, есть люди, которые добровольно приходят в психиатрическую больницу, но большую часть людей привозят туда принудительно. И у этих людей берут добровольное согласие. Ну, это добровольное согласие берется недобровольно. То есть человек подписывает добровольное согласие, и ему говорят, да, если ты не подпишешь, ты не выйдешь. И все, будешь здесь находиться до тех пор, пока не подпишешь. А человек под психотропными препаратами, он просто не может находиться, ему хочется выйти. Естественно, он подписывает все, что угодно. Все, что ему скажут, он подпишет. Поэтому те показания, которые дает там девочка за закрытыми дверями, под действием каких-то посторонних людей, эти показания даже, ну, понимаете, их везде будут прикладывать. Она может даже против своей матери давать показания. А как мы докажем, что это было, ну, как бы, это, понимаете, под давлением может быть. И пока девочка там находится, они могут взять у нее все, что угодно. Поэтому наша задача сделать так, чтобы дети там не находились вообще. Дети были рядом с вами, да, рядом с родителями. И детей предупредите, что на номер 111, который, я считаю, я не знаю, это номер 111 или номер 150, на который позвонила девочка, но я склоняюсь к тому, что это номер 111. Предупредите своих детей, чтобы они не звонили на этот номер телефона по пустякам. Пусть звонят в случаях, если реально угрожает опасность. Ну, не знаю, смертельная какая-то, дом горит или что-то. Такое вот происходит, когда реально угрожает опасность. Вот только тогда можно туда звонить, а по пустякам, типа, пожаловаться, пообщаться с психологом, рассказать, какой ты бедный несчастный. Вот этого всего делать не нужно. Потому что вы видите, какие последствия. Жила семья себе спокойно, а теперь столько проблем и у этой семьи, и у нас у всех, потому что мы все на иголках и пытаемся как-то помочь вернуть девочку назад в семью. И вы видите, что сейчас происходит с мамой, да, в интернете. Вот она сектанта, вот она такая сякая, она духов изгоняла, бесов. Кто это сказал? Женщина абсолютно адекватная и нормальная. Мы у нее вчера спрашивали про это. Вот, понимаете, на любого человека можно наговорить все, что угодно. И как только вашего ребенка у вас заберут, сразу начнет на вас литься грязь, сразу будет говорить, что вы плохой родитель. И вам придется доказывать, что вы вообще не олень и не тюлень. И вообще у вас хорошее, и вы не сектантка, и вы не алкашка, и вы мужиков не водите и так далее. Понимаете, вот столько всего на вас нальют в сети, а потом вам потом от этого отмеваться. Поэтому надо сделать так, чтобы ваш ребенок ни в коем случае в все руки не попадал, потому что как только он попадет, про вас будут писать. А если вас еще закроют в психбольнице, то будут писать, что вы шизофреник, и в интернете появится информация. У шизофреника отобрали 3 детей. Поэтому, ребята, это очень важно. Пожалуйста, защитите своих детей сейчас. Ни в коем случае их не отдавайте в руки органов опеки, потому что когда они туда уходят, нам приходится очень много действий делать, чтобы просто этого ребенка вернуть. Вот сейчас в данный момент Тамара Николаевна пишет 6 или 7 писем, чтобы вот эти запросы и так далее. Понимаете, мы там по всему трубе, мы еще юристов, кто-то там боится. И поймете, сколько мы действий делаем, чтобы просто девочку вернуть. По идее, если бы раньше мама про это знала, то ситуация, в принципе, могла бы и не быть. И что мы говорим, мы вас предупреждаем о том, что так может быть, и вы должны уметь себя защитить. Ну, вот как в случае с Динарой, да, вот мать из 4 детей Динара. Ну, про нее, когда у нее хотели забрать ребенка, она сразу не... По поводу Динары. Динара среагировала быстро. Как мы ей наметнули, что ребенка заберут, так она сразу начала искать и нашла, в общем, вышла на меня. И сейчас дети находятся с ней, и мы в суде разбираемся, типа имеет право они забирать у нее детей или не имеет право. Соответственно, Динара сработала быстро. И то мне позвонили и сказали, что Динара алкашка, Динара водит в дом мужиков, она непонятно в каких условиях содержит детей и так далее. Понимаете, мне сразу начали лить грязь на Динару, чтобы я не защищала Динару, чтобы я вообще в это не впутывала, сказала, ой, какая там алкашка, что я буду ее детей защищать, понимаете? И так может быть с любым родителем. То есть они любого могут вот так опорочь. На каком основании они вообще такие вот предъявления? Ты алкашка, ты там такая сякая. Оснований-то никаких не было, тем не менее человека обвили. А кто скажет, что вот в отношении любого родителя могут вот такая вот антипропаганда какая-то идти? И что я вижу по этой маме? Я вижу, что да, мама верующая. Но она не похожа, что она сектантка. Я вижу, что это верующая, образованная женщина, у которой забрали ребенка обманным путем. Вот что вижу я. И когда мне говорят, там, она сектантка или она кто-то там, вообще я в это не верю. Я верю, что это мама, которая любит своего ребенка. Но все остальное, то, что вы говорите, там, это все просто слова. Потому что разговаривая с этой женщиной, я не вижу по ней, что она какая-то неадекватная, духов каких-то хочется изгонять и так далее. Когда мы у нее спросили по поводу замужества, то, что говорит, якобы она ее замуж хочет отдать, мать сказала, что здесь даже мальчиков нет, за кого ее замуж отдавать. То есть понимаете, какие нелогичные вещи вообще происходят. Поэтому, родители, будьте на чеку. Еще один момент, который я хотела бы вам рассказать. Это очень важный момент. Сейчас 10 января будет проводиться в Нур-Отане, сами знаете, выборы. И на эти выборы я прошу вас, перед выборами будет слушание у депутатов. Наша задача сейчас попасть каждому депутату на прием, вот на вот эти слушания и задать вопрос, что они будут делать по поводу законопроекта семейной бытовой семьи. Они за этот законопроект или они против этого законопроекта? То есть сейчас мы не понимаем, за кого голосовать нам. То есть мы против этого законопроекта. Мы видим в нем опасность, мы видим, что наши дети под опасность, наши семьи в опасности. И нам нужны депутаты, которые нас будут поддерживать и защищать. И поэтому наша задача сейчас. Я размещу у себя в ленте, в моем сторисе, да? В сторисе или в ленте включу о том, куда заходить, куда кликать, как записаться на прием. Но записываться на прием не надо писать, что вы по вопросу семейного бытового насилия. Записывайтесь по другим вопросам. Жилищные условия, экология в городе, многодетная мать, многодетный отец, вопрос по социальным пособиям или вопрос по пособиям на карантин и так далее. То есть по таким вопросам вы записываетесь, туда заходите, задаёте вопрос у депутата по поводу семейно-бытового насилия и так далее. Вопросы вы можете сами как вы относитесь к тому, что изымают семей. Вы будете этот законопроект поддерживать или нет? То есть прямой чёткий ответ, что бы он поступил. Если человек уходит, тралливали, тралливали, вы опять задаете вопрос. Вы поддерживаете этот законопроект? Да или нет? Всё. То есть вы должны услышать от него вот этот ответ, что он да, поддерживаю, нет, не поддерживаю. Вот это для нас важно. И вот это записывайте либо на аудио, либо на видео и говорите, какому депутату. Записывайтесь ко всем депутатам и заходите прямо в эти приёмные и задавайте этот вопрос. Потому что нам сейчас, как родителям, нужно понимать, кто из депутатов поддерживает нас, а кто нас не поддержит. Кто будет завтра вот эти законопроекты там проталкивать, извините за выражение, продвигать в Казахстан, а кто будет им препятствовать. И вот те, которые нам будут помогать какого-то текста, которые захотят защитить, защитить наши семьи, вот те депутаты, они действительно народные депутаты, действительно нам нужны. А те, которые сидят такие, которые мы законопроект хотим двигать, как сказала Унжакова, да, депутат. Да зачем нам такие депутаты? Почему мы должны как народ платить им деньги, если они хотят законопроект двигать, который будет изымать детей из наших семей? И самое дорогое, самое драгоценное, что у нас есть, то, ради чего мы живём, они хотят забрать, и мы должны ещё за это им платить деньги. То есть, понимаете, ребят? Поэтому сейчас очень важно, чтобы вы пришли на слушание и поняли, какие депутаты будут нас поддерживать. А потом мы уже будем проводить встречи с этими депутатами и говорить, что вот нам нужна такая-то, такая-то, такая-то поддержка. Также есть депутаты, которые находятся в рабочей группе, список мы позже разместим, это депутат Нуркина, Унжакова, Смирнова, по-моему, там депутат Смогул есть. И эти депутаты, они могут сами отозвать этот законопроект. И от того, насколько мы сейчас активно будем работать с депутатами, зависит, этот законопроект отзовут или не отзовут. То, что они сейчас отложили до мая месяца, они просто себе время отыгрывают, понимаете? Пилотный проект провести, показать, что он успешный, там, замылить нам всем глаза, заговорить нам зубы, чтобы это всё происходило. Поэтому вопрос я сейчас сделаю пост, опубликую себя. И вы, пожалуйста, ну, наверное, не пост, я просто опубликую, и дальше инстаграм-историю запишу по поводу наших действий. Поэтому, ребят, у меня к вам огромная просьба. Кроме нас самих, защищать нас некому. Поэтому мы должны проснуться, мы должны разбудить соседей, сказать, очнись, что происходит. Посмотри, уже у ребёнка забрали, у матери. Просто забрали, и теперь мать вместо работы ходит и околачивается вокруг этих всех центров адаптации, в зам Акима ходит, в РУБД её таскают, и она с утра до вечера звонит правозащитникам, ищет помощи и поддержки, чтобы кто-то и помог, понимаете? И чтобы в этой ситуации не оказались вы, и ваши соседи, ваши друзья, ваши близкие, ваши дети, мы должны сейчас уже очнуться и что-то с этим делать. И надо к этому привлекать наших депутатов, чтобы наши депутаты защищали нас, чтобы они смотрели, что это законы проходят в страну и понимали, какие последствия у этих законов будут. Но, извините меня за пламенную речь, меня уже два дня вот эта ситуация держит, потому что я, честно говоря, не ожидала, что вот так вот нагло могут они поступить. Гульмира, ещё такой момент. Помнишь, мы обнаружили, что в законопроекте есть пункт о защите персональных данных жертв семейно-бытового насилия. Да. Чем он оборачивается? Оборачивается тем, что если вы произвели над ребёнком психологическое или экономическое насилие, они купили ему что-то, отругали, отчитали, то он считается жертвой, и если его забирают, вы даже не сможете об этом рассказать. Да. Я очень реально понимаю, потому что вы не имеете права разглашать его персональные данные. То есть вы можете как-то в общем сказать, что в общем что-то произошло, так что люди ничего не поймут. И таким образом подопроектом ткнут рот вообще всем. Никто даже защиту свою ничего не может сказать. Не сможет уже сказать, что она просто нашалила. Да. На самом деле, да, этот пункт есть. По-моему, Тамара Николаевна, да, по поводу него выступала, что в отношении жертв нельзя разрушать информацию и так далее. То есть в этом законопроекте, понимаете, это какой законопроект, закрытие циклов, они продумали всё. Если вы будете возмущаться, есть психокоррекция. Если вы будете писать в сети, есть вот эта вот статья такая-то, по которой вы больше не можете в сети кричать, «А, помогите ребёнку, мы его забрали». Понимаете? И они продумали всё. Они создали этот центр доверия, к нему прикрепили органы ответа, полиция по несовершеннолетним. Такое чувство, как будто против нас создавалась огромная система машины, которая вот едет и заметает наших детей там, и дальше происходит что-то страшное. Потому что я не могу, я вот как человек, я не могу понять, как ради денег можно вот так вот, вот так вот. Как можно ради денег? Неужели деньги того стоят? Стоят тех слёз матерей, стоят слёз детей. Да и вот вы видели, недавно я в сторисах тоже размещала, когда ребёнка отобрали, а мать в наручниках. Кстати, это мама была беременная. И её в наручниках вот так вот держали, ребёнка там отбирали. Вы понимаете, насколько это страшно вообще, какой это абсурд. Но самое страшное, что это реальность. И она пришла. И я это произношу, и мне самой страшно, что это действительно пришло в нашу страну. Я об этом слышала, я понимала, что когда-то это будет. Но я не думала, что это будет так скоро. Но вот буквально год назад я понимала, что ювенальная юстиция, она прям идёт. Но я не думала, что они придут так быстро и так, честно говоря, нагло. Да, я тоже так не думала. И как некоторые, я думала, что мы успеем проскочить, что наши дети вырастут. У нас этого не коснётся. А коснётся кого-то другого, а мы будем просто наблюдать, да, и облегчённо вздыхать, что о, пронесло. Но нет. Нет, она уже здесь. И уже мы не проскочили, уже всё. Поэтому это наше дело, бороться против неё, а не наших внуков или правнуков. То есть это наша война? Это наша война, действительно. И война за наши семьи. И, ну, честно говоря, я, в принципе, всё сказала. И сейчас только есть надежда на народ. Больше никого нет. Когда мне писали, вот, пойди туда, пойди сюда, да, я говорю, знаете, я много где ходила. Я уже год во всём этом нахожусь. Я говорю, много где ходила, много с кем говорила. Но я сделала вывод. Один вывод, что мои друзья — это мой народ. И тот, кто поддержит, это просто народ. Они поддержат, потому что пострадают от этого ни депутаты, ни там блогеры. Они не пострадают. Пострадают обычные граждане. И поэтому поддержка может быть только от вас, от обычных граждан. Потому что больше надеяться, ни на кого. Никого не интересует. Ваши дети, они дороги только вам. Только вам они нужны. Только вы их любите и заботитесь о них. Только у вас сердце болит за этого ребёнка. А у всех остальных, я не знаю, наверное, нет. Это факт. Это факт, да. Мать и отец должны защищать, воспитывать, любить своего ребёнка, а не какая-то профессиональная женщина или какой-то профессиональный мужчина. Не дай бог. Сколько родителей. Гульмира, давай уже завершать. Насыщенный, информативный получился эфир. Спасибо большое, что всё объяснила. Хорошо. И, ребят, я на связи. В общем, я расскажу, куда заходить, как заходить. И записывайтесь, пожалуйста. И дальнейшие видео уже потом будете направлять нам. Потом скажем, куда будем размещать ссылку, там, и где мы можем скачать видео. Спасибо всем за эфир. Спасибо, Настя, за эфир. Рада была всех видеть. До свидания. До свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...